Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психвар ТВ, который всегда на вашей стороне, благодаря нашим эмблемам и нашим девизам, а также понедельникам отвечаем на самые ваши правдивые и интересные вопросы. Доктор, скажите, пожалуйста, почему при депрессии утром человеку часто бывает хуже, а к обеду лучше? Может это быть как-то связано с дофамином? Нет. Это связано с падением активности нороадреналиновых и серотониновых нейронов. Дело в том, что у человека есть такое понятие «ркодианные ритмы», то есть ритмы сна, бодрствования, отдыха, работы, и в норме человек с утра должен вставать отдохнувшим и бежать скорее на работу. Беда состоит в том, что при депрессии эти ритмы нарушаются, они могут сдвигаться. Происходит на самом деле самое разное изменение этих самых ритмов. Почему это происходит? Потому что ритмами управляет, например, мелатонин. Мелатонин синтезируется из серотонина. Для того, чтобы из серотонина синтезировался мелатонин, нужна команда нороадреналиновых нейронов. Беда происходит при депрессии, потому что и нороадреналиновые нейроны, и серотониновые нейроны могут снижать свою активность. Кстати, мелатонина образуется недостаточное количество, нарушаются вот эти вот ритмы, и человек может чувствовать себя несколько лучше к вечеру, чем утром. Ну вот, собственно говоря, что и происходит. У нас, кстати, есть по этому поводу ролик. Если вы посмотрите, у нас есть специальный плейлист, называется мелатонин. Ищите, пожалуйста, эти ролики там. Следующий вопрос. Скажите, а ССС может быть использовано при лечении КР? И сразу второй вопрос. Можно цитировать ваши слова, оставляя на вас ссылку. Селективный гибитор обратного захвата серотонина можно использовать при лечении псевдокомпульсивного расстройства. Я здесь ссылаюсь на мнение профессора Штефана Сталя, самого крупного психофармаколога вообще в истории нашей планеты Земля, которая живет в Сан-Диего. И в лекции, которую я лично слушал, прямо говорил, что ССС можно использовать при лечении псевдокомпульсивного расстройства, тревожных расстройств и так далее, и тому подобное. Так что, пожалуйста. А можно цитировать мои слова, оставляя на меня ссылку? Да можно цитировать мои слова, даже не оставляя на меня ссылку. Как вам будет удобно. Следующий вопрос. Док, здравствуйте. А правда, что пароксетин – это самый сильный ИОЗС? То есть ингибитор обратного захвата серотонина? Нет, на самом деле это неправда. Дело в том, что, в принципе, вот по силе воздействия на белок, обеспечивающий обратный захват серотонина, все эти антидепрессанты из этой группы, они, в общем, похожи друг на друга. Они, конечно, отличаются, кто-то больше, кто-то меньше, но, в принципе, это отличие не такое уж и большое. Это первое, что я должен сказать. Да, и самое главное, что никто их по силе-то так, честно говоря, особенно и не сравнивал. Но вот что их отличает? Их отличают различные, так называемые, дополнительные фармакологические свойства. И у пароксетина они таковы, что он является слабым ингибитором обратного захвата норадреналина. Он как бы является недо-антидепрессантом, да, недо-сантом, не только противотревожным препаратом, но он еще чуть-чуть не дотягивает до нормального антидепрессанта. Может быть, из-за этого возникла идея, что он самый сильный СИЗС. Это немножко не так. Еще у него есть возможность блокировать астилхолиновые нейроны, из-за чего он меньше дает побочных эффектов, связанных с желудочно-кишечным трактом, свойственных с селективным ингибитором обратного захвата серотонина. И, соответственно, больной тревожится меньше. То есть у него есть целый ряд свойств, которые на самом деле мало кто измерял. Если вы будете заглядывать в различные исследования, то вы найдете просто какие-то отдельные исследования, которые вряд ли можно объединить в какой-то комплекс работ. Тем не менее, профессор Штефан Сталин, до которого я уже ссылался, он считает, что надо обязательно, если ты врач, конечно, врач хороший, надо обязательно учитывать дополнительные свойства селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Я вам про них рассказал. Как бы то ни было, у нас есть ролики про пароксетин. Смотрите там больше информации. Следующий вопрос. Доктор, у вас был ролик, что аторакс убийца. Здесь очень интересный вопрос. Люди наталкиваются на наш первоначальный ролик. У нас действительно был ролик про использование аторакса. Мы говорили о том, что это слабое противотревожное средство. Когда мы делали этот ролик, это было несколько лет назад, у нас не было данных о том, что аторакс может быть убийцей, потому что удлиняет интервал КУТ. Как только мы узнали, что он удлиняет интервал КУТ, мы тут же эту информацию выложили. Чем наш канал, чей блок, чем он отличается от других? Мы меняем свою точку зрения по мере того, как появляются новые научные данные. Мы не скрываем этого, мы их тут же выкладываем. При этом мы не скрываем наши ошибки. Если мы раньше считали, что это безобидный препарат, по идее, мы хотели бы скрыть, должны были скрыть эту ошибку, снять этот ролик. Нет, мы этого делать никогда не будем. Все наши ошибки должны быть на виду. Поэтому, пожалуйста, именно поэтому мы и просим вас, подпишитесь на наш канал. Потому что если вы посмотрите какой-то один ролик, у вас не будет ценно-целостного представления о препарате. У нас представление о препарате накапливается от ролика к ролику. У нас некоторые препараты есть даже по 100 и более роликов. Потому что они представляются нам очень-очень важными. Так что придется, если вы хотите действительно знать препараты, придется смотреть все. А для этого, конечно, удобнее подписаться на наш блог. Следующий вопрос. Извините, еще вопрос. Можно с эстетлопрамом перейти на феварин? У меня частые головные боли. Годами уже заранее благодарю. Можно с эстетлопрамом перейти на феварин? Видимо, нашего комментатора проняло то, что мы рассказывали о возможности использования флороксамина. Феварин у нас ракона. Это самый доступный препарат, самый доступный флороксамин. В нашей стране мы говорили о том, что можно использовать препарат для лечения головных болей напряжения. Поэтому, пожалуйста, вы можете перейти с эстетлопрамом на феварин. Но это надо все обязательно обсуждать с вашим лечащим врачом. Вы должны обсудить, зачем, почему. Получить наставление от лечащего врача. Как осуществлять переход? Чтобы все было грамотно сделано. Следующий вопрос. Если в мозге образуются новые нейроны, зачем тогда больным паркинсонизм означает дофаминное лекарство пожизненно? Черная субстанция должна ведь сама перерождаться. К сожалению, это не так. Дело в том, что есть множество заболеваний. Деменция при болезни Альцгеймера и прочей болезни Альцгеймера. Болезнь паркинсона, когда нейроны прогрессирующие, они просто исчезают, подвергаются апоптозу, то есть уничтожению. И естественное восстановление нейронов, оно просто за этим не успевает. То есть уничтожение, гибель нейронов значительно превалирует над процессом их восстановления. Так что поэтому приходится пожизненно принимать дофаминовое лекарство, ничего тут не поделаешь. Но это не значит, что нейроны не восстанавливаются. Нейроны восстанавливаются, особенно в норме, если мозг нормальный. Следующий слайд. Следующий вопрос, извините. Здравствуйте. Может ли гамк тормозить глутаматный нейрон? Если да, то известно ли вам, при каких обстоятельствах это происходит, через какую цепочку нейронов включается торможение? Ну, на самом деле, гамк и глутаматные нейроны, они контактируют напрямую. Гамк энергические нейроны, от слова гамма-аминомастная кислота, напрямую может тормозить глутаматные нейроны. Вот мы часто используем схему, которую мы взяли из книги профессора Штефана Сталя, о том, как происходит фильтрация информации в таламусе. И как это все проникает в головной мозг. Вот из головного мозга обратно тянется гамкергический нейрон, который должен отсекать лишнюю глутаматную активность. То есть, гамкергический нейрон может непосредственно тормозить глутаматный нейрон. Это происходит при самых разных обстоятельствах. На самом деле, в человеческом мозге торможение преобладает над возбуждением. Поэтому гамкергические нейроны всегда будут преобладать над глутаматными. Тыпочки могут быть на самом деле разные. Могут они контактировать не только напрямую, но могут контактировать и через серотониновые нейроны. В общем, это все достаточно сложно. Тем не менее, вы должны знать, что может тормозить глутаматный нейрон напрямую. Следующий вопрос. Лекция познавательная, но меня пугает еще сильнее. Врач-психиатр не должен говорить, что это не лечится. Это лечится культивно-поведенческой терапии. Это лечится антидепрессантами типа пролекса. Это речь идет о генализованном тревожном расстройстве. Я не говорил, что генализованное тревожное расстройство не лечится. Я говорил, что генализованное тревожное расстройство лечится плохо. И генализованное тревожное расстройство часто ведет к инвалидности. Другое дело, вот и многие испугались, другое дело, они все это перенесли на себя, на свой собственный диагноз. Вот этого делать не надо. В нашей стране генерализованное тревожное расстройство очень часто ставится просто с потолка. То есть идет просто гипердиагностика. Поэтому на самом деле ваше тревожное расстройство может быть совсем другим. Оно может действительно очень хорошо лечиться, просто потому что это не генерализованное тревожное расстройство. Не бойтесь. Более того, раз уж вы так напугались, В скором времени у нас будет цикл лекций о том, какую пользу приносит психическое расстройство людям. А есть очень много психических расстройств, есть очень много пользы и выгоды, которые психические расстройства приносят людям. Следующий вопрос. А вот употребление спайсов может развиться шизофрения или это кинетика? Употребление любых наркотиков может спровоцировать у человека психоз и начало шизофрении. Это довольно часто наблюдающееся явление, но это только провокация начала, ну или провокация обострения. Особенно если больной шизофрении используют употреблять наркотики. Но само заболевание шизофрении это генетическое заболевание. Есть все больше и больше данных, которые говорят о том, что это генетическое заболевание. У нас, кстати, есть ролики о том, как шизофрения и наследуется. Так что, пожалуйста, смотрите, наркомания сама по себе к шизофрении не приводит. Провоцировать обострение, если уже шизофрения есть, может. И это очень и очень часто наблюдается в жизни. Следующий вопрос. Михаил Юрьевич, подскажите, пожалуйста, если человек в депрессии лежит без сил, то какие нейроны поражены? Ну, прежде всего поражены норадреналиновые нейроны. Потому что норадреналиновые нейроны – это наша с вами сила мышечных сокращений, это наша с вами физическая активность, это низкая утомляемость, это возможность двигаться, возможность думать, быстро достаточно думать. Ну, и плохо работают дофаминовые нейроны, потому что у человека нет мотивации. Ему даже не то, что он слаб, не то, что у него утомляемость, ему даже не хочется вставать. Так что не работают дофаминовые и норадреналиновые нейроны. Вопросы на сегодня закончились. Мы благодарны вам за вашу поддержку, за вопросы. Мы будем продолжать отвечать на ваши вопросы. Посылайте ваши вопросы. Мы им очень и очень рады. Как всегда, в конце я вас прошу, подписывайтесь на наш канал, становитесь спонсором, пишите комменты, ставьте лайки. Хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!